В рамках нашего партнерства мы сегодня находимся в молодежном центре города Пскова, потому что мы получили программное обеспечение и оборудование для использования его нашими жителями, молодежи в целях сохранения и улучшения нашего здоровья. У нас сегодня торжественный момент и официальная передача этого оборудования. Мы будем очень рады, если наша молодежь с достоинством оценит и эти идеи, и само программное обеспечение. И наверняка они оценят ту работу, которую провели наши коллеги из Череповца по программированию. Перед нами приложение, TLC Basket называется. Перед нами, собственно, магазин с торговыми полками, с продуктами на этих полках. Каждый продукт можем потрогать, взять. Единственное, что для перемещения, Максим, вот здесь вот кнопочки, вот, нажимать, вот, уже получается перемещаться. Замечательно. Давайте немножко подвигаемся, походим по магазину, чтобы хватать вот эти движения руками. Это ознакомительный режим. Если мы используем режим на время, у нас выводится таблица тех продуктов, которые мы должны взять, соответственно, на время, и сформировать вот эту вот нашу закупку. Вот, в ознакомительном режиме также настраивается. Параметр человека – это полвозраст, вес, рост, двигательная активность выбирается. И в зависимости от этого показывается, какое количество калорий нужно собрать. Второе приложение – это у нас гимнастика мозга. Перед нами аватар, который, там еще звуковая дорожка есть, который нам рассказывает, подсказывает, как это, как нам действовать и для чего это, в принципе, нужно. Данное как раз упражнение выполняется перед различными выступлениями, настроить активность, синхронизировать мозг. Базовые станции, которые считывают положение шлемов, считывают положение контроллеров, вот надо, чтобы эти базовые станции, вот эти вот коробочки видели всю эту технику. Создавалось все на Unreal Engine, это движок, один из сейчас самых популярных, позволяет как раз написать данную программу на нескольких платформах, в том числе и для виртуальной реальности. У нас в Череповце организовано так называемое антикафе, то есть к нам приходит молодежь в это антикафе, где-то в торговых центрах, наверное, у вас такая же проблема и есть. Молодежь зависает в торговых центрах, вот, в Череповце это прям повсеместно, и вот мы таким образом привлекаем молодежь из торговых центров в себе вот в антикафе. Посещение бесплатное, в том числе и есть вот возможность протестировать такую вот современную штуку, ну, помимо этого еще там различные конкурсы, настольные игры и так далее. В самом начале этого года мы начали тестировать модель межсекторального сотрудничества на примере такой интересной программы, которая существует в нашем городе, называется она «Школьный стадион». В рамках инвестиционного проекта «Европейские строительные технологии» уже в 2019 году было завершено строительство спортивного комплекса на территории муниципального образования «Средняя школа номер 47». В 2020 году, в начале года, да, еще одна школа начала реализацию такого же подобного проекта, да, это школа номер 17 имени Валерия и Анатолия Молоткова. Город Череповца имеет возможность участия в международном данном проекте, и сегодня ни для кого не секрет, что вопросом сохранения здоровья людей, улучшения демографической ситуации для цеприоритетного внимания государства. Мы участвуем городом Череповцом и городом Спол при активной поддержке ассоциации. У нас сегодня принимают участие, спасибо большое, наши большие друзья и помощники из ЧГУ. Проект «Здоровье 0530» является проектом, который осуществляет мэрия города Череповца. Он осуществляется при поддержке проекта «Здоровые города», а Череповецкий государственный университет принимает участие в реализации этого проекта в качестве разработчика информационного портала, который так и будет называться «Здоровье 0530». Как сайт, объединяющий в себе информацию о здоровом образе жизни, о мероприятиях, о полезных привычках, некий такой стиль жизни формирует, то есть проект тоже был представлен. Мое мнение, эту работу надо продолжать, люди, когда к нему будут обращаться, они там будут получать для себя актуальную, применимую в жизни информацию, будут понимать, в каких мероприятиях они смогут участвовать, как сохранять свое здоровье более эффективно. «Моему мнению, целесообразно дальше развивать в направлении в области VR, в направлении работы с детьми, то есть мы говорим молодость, здоровье. Почему дети? Это школы, центры, которые могут быть оборудованы, вот опять-таки антикафе, которые могут быть оборудованы вот этим дорогостоящим оборудованием. И, соответственно, дети могут туда прийти и получить новый опыт, вот это вот свойство. И здесь тогда получается, мы склоняемся больше в пользу проекта первого типа, познавательно-мотивационный. То есть вот основная функция применения VR технологий, по моему мнению, это познавательно-мотивационная функция. То есть вот ту концепцию подачи, где мы ввели данные и получили сколько нам надо, мы можем больше развернуть, больше сделать справочные, наглядные, удобные информации, побуждающие нас в получении новых полезных привычек, нового образа жизни, нового опыта». «Мы рады проведению практического семинара на базе Псковского городского молодежного центра. Мы оценили по достоинству программы, которая там есть, и само оборудование. Надеюсь, что молодежи города Пскова такое оборудование пригодится, оно его в ближайшее время освоит и, может быть, усовершенствует в плане написания новых программ. Ровное спасибо ассоциациям и всем задействованным лицам». «Я думаю, что мы сможем в скором будущем увидеть результаты, что понравилось, что интересно, что нужно еще добавить для того, чтобы это оборудование и это программное обеспечение приносило пользу жителям наших городов. Огромное спасибо нашим партнерам из города Череповца за нашу с вами совместную работу. И мы надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество в рамках и других проектов, и приграничного, и трансграничного сотрудничества, и межмуниципального тоже.